Если у вас низкий уровень дохода и вы хотите получить кредит в банке или МФО, вероятность, что вам откажут высокая. Кредит при минимальной заработной плате могут не оформить, тем более, если кредитная история уже испорчена. Рассказываем, что делать в такой ситуации. Кредит с плохой кредитной историей. Если обращаетесь в банк за оформлением кредита, он в первую очередь проанализирует вашу платежеспособность. Если будет испорченная ки или неоплаченные долги, вам откажут. С какой зарплатой рассчитывать на кредит? Оформить большой кредит с минимальной заработной платой без поручителей практически невозможно. Например, если укажите в заявке уровень дохода в 30 тысячах рублей, а это считается минимальной суммой зарплаты для получения кредита, менеджеры банка могут отказать. Гораздо выше шансы получить одобрение на заем, если зарплата от 55 тысяч рублей. Это основной список документов, которые потребуются для оформления кредита, но банки имеют право запрашивать у клиента дополнительную информацию. Как банки оценивают платежеспособность? Ключевой критерий для получения кредита на большую сумму в банке – платежеспособность. Банки оценивают не только уровень вашего потенциального дохода, но и размер непогашенных обязательств. Банки проверяют долговые обязательства, выплачивает ли заемщик алименты, непогашенные кредиты и долги перед государством. Например, клиент может обратиться в банк и указать в графе о сумме дохода 80 тысяч рублей, но ему откажут. Это связано не с размером зарплаты, а с тем, что он регулярно выплачивает алименты на двоих или троих детей, а еще рассчитывается по ипотеке. Банк может посчитать такого человека ненадежным. Реально ли повысить шансы на одобрение кредита на большую сумму? Если отказали в кредите в нескольких банках из-за низкого уровня дохода, повторно подавать заявку на кредит не стоит особенно. Если вам отказали несколько раз подряд. Ситуацию можно исправить. Оптимальный размер заработной платы для оформления кредита рассчитывается очень просто. Сумма ежемесячного платежа не должна превышать 50% от совокупного дохода. Почему всегда нужно указывать дополнительный доход? У многих есть дополнительный доход, но при подаче заявки на кредит почему-то не хотят его указывать. Банки оценивают платежеспособность клиента на основании справки 2 НДФЛ, которая предоставляется с места работы. Это так называемая белая зарплата, облагаемая налогом. А дополнительный доход складывается из неофициальных источников и подработок. Заемщики не рискуют указывать дополнительный доход в заявке, опасаясь штрафов со стороны налоговой, ведь налог из этого вида заработка не уплачивается. Но это беспочвенное опасение. Банки не связываются с налоговой службой, если клиент указывает в заявлении сумму дополнительного дохода. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Пичкит. Указывать дополнительный доход желательно, чтобы повысить шансы на одобрение кредита и получить в банке более крупную сумму. Созаемщики помогут получить крупную сумму в банке, если у вас минимальный доход. Когда речь заходит о крупных кредитах, банки предлагают привлекать созаемщиков. Старайтесь брать в созаемщики работающих знакомых, родственников и членов семьи с высоким уровнем дохода. Это повысит доверие со стороны банка и позволит вам получить кредит на крупную сумму даже с минимальным уровнем дохода. Чтобы все было понятно, рассмотрим на примере ниже. Пример, допустим, заемщик С. Доходом В – 17. Тыс, РУП, подает заявку на… Кредит. Его жена зарабатывает 25. Тыс, РУП, В – месяц А. Общая сумма дохода семьи составляет 42. Тыс, РУП. Здесь стоит учитывать общие затраты В – месяц. Допустим, они тратят 25. Тыс, РУП, остается 17. Тыс, это означает, что эти 17. Тыс, РУП. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.ПичКит. Семья может отдавать В – в качестве ежемесячных платежей. Если клиент укажет в качестве созаемщика свою супругу, он… Сможет получить кредит в районе 2. МЛН РУП сроком до 30 лет под 10-11% годовых. Получается, что даже при доходе В – районе 15-20. Тыс, РУП. Есть высокие шансы на… Получение кредита, если привлечка. Сделки со заемщика. Текст озвучен с помощью Яндекс.ПичКит. Как рассчитать максимальную сумму кредита на примере? При подаче заявки на получение крупной суммы, вы должны быть уверены, что сможете рассчитаться с банком вовремя. Менеджер банка проанализирует кредитную историю, оценит платежеспособность и вынесет окончательное решение. Рассмотрим, как самостоятельно рассчитать сумму максимально возможного кредита на другом примере. Пример. Возьмем в качестве заемщика учителя биологии с заработной платой 17 тысяч рублей и дополнительным доходом в 15 тысячах. РУП. Он планирует оформить потребительский кредит. Заемщик живет в семье и воспитывает двоих детей. У него нет долговых обязательств. Месячные расходы заемщика не превышают 10 тысяч в месяц. Получается, что ежемесячная оплата по кредиту не может превышать 7 тысяч рублей, учитель биологии планирует оформить потребительский кредит по ставке 20%, а максимальный срок составляет 60 месяцев. При таких обстоятельствах максимально допустимая сумма не может превышать 190 тысяч рублей, генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Пичкит. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкит. Если сумма небольшая, для увеличения размера займа можно заложить имущество или привлечь к сделке со заемщика с высоким показателем дохода. В этом случае можно претендовать на более солидную сумму и гарантированно получить деньги в банке. Банк может учесть и форс-мажорные обстоятельства, например, дополнительные затраты. Это уменьшит сумму максимального ежемесячного платежа еще на пару тысяч рублей. Как получить большой кредит под залог недвижимости? Если получаете небольшую зарплату, обратитесь в банк и оформите кредит под залог недвижимости. Кредитование под залог недвижимости по документам и ответственности, равнозначное ипотечному кредитованию, если вы не сможете платить, банк предложит реструктуризацию, отсрочку или рефинансирование. Банк заинтересован в получении прибыли в виде возврата процентов по кредиту. Даже при минимальной зарплате можно получить крупную сумму в банке, если использовать недвижимость в залог. Получите большую сумму кредита с маленькой зарплатой через МПК. Поможем оформить кредит на большую сумму без отказа и поручителей. Консультируем по всем финансовым вопросам. От вас потребуется только информация об уровне основного и дополнительного дохода, а все остальные расчеты выполнят наши специалисты. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Подберем оптимальное решение по сумме будущего займа и найдем выгодное предложение в банке с минимальной процентной ставкой. С нашей помощью люди с минимальными доходами оформляют не только потребительские кредиты, но и получают одобрение на ипотеки и автокредиты. Повышайте финансовую грамотность вместе с МПК. Подписывайтесь на рассылку статей. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.